Добрый вечер, уважаемые дамы и господа. Сегодня у нас с вами оживляет совершенно особая встреча со знаменитым органом Большого Зала Консерватории. И когда перед концертом исчезнет этот экран, вы уже совершенно другими глазами будете смотреть на это действительно чудо. Орган – это святыня и России, и Франции. Орган Большого Зала Консерватории имеет очень интересную биографию. И вот этой биографии, собственно, это священ фильм, который мы сняли, даже не имея изначально такого намерения. Просто пришло время вернуть этот орган к жизни, который в протяжении нескольких лет вынужденно молчал. Мы приняли решение его реставрировать, причем после того, как была проведена реставрация самого Большого Зала. Но если реставрация Большого Зала заняла 11 месяцев, то реставрация органа потребовала 2 года. Это была сложнейшая работа, которая выполнена скорпотливо, с учетом всех традиций той фирмы, которая уже не существовала, фирма Алисмеда Кавайя Болин. Но мы искали преемников этой традиции и нашли в Австрии фирму Ригер, которая как раз этим и обладала. И вот дальше, на самом деле, под очень четким контролем Международной комиссии, шла вот эта работа частично здесь, частично в Австрии. И она привела к тому результату, который сегодня мы радостно и сверцаем и слышим. Очень приятно, что действительно вот эта ответственность, взаимная ответственность, среди них было самых разных людей, и музыкантов, и мастеров. И вот сегодня на эту сцену выйдет замечательный французский органист Милл Эль Боргери, который как раз и был одним из членов этой комиссии. И поэтому сегодня орган будет звучать, сегодня орган будет раскрываться для вас, причем в тех своих краинах, которые действительно очень мало кто видел и даже имеет в них представление. Но я должен сказать, что фильм, который мы все-таки решили снять, он появился как осмысление этого материала, который просто накапливался при этой реставрационной работе. То есть накопились в виде материала примерно на несколько сот часов. И вот тогда и возникла идея сделать художественно-документальный фильм. Именно художественно-документальный фильм, раскрывающий душу этого удивительного инструмента. И это был чисто консерваторский фильм. То есть у него были продюсеры, у него были режиссеры, у него были операторы, для него была написана музыка. И сегодня в этом зале мои коллеги, которые прямо к символу причастны. И, наверное, не имеется мешок говорить о каждом из них, поскольку вы увидите их или услышите их в этом фильме. Я просто не могу не выделить одну персону. Это Наталья Владимировна Малина. Это главный аркадный мастер в поскольку воспитания. Это на самом деле душа этого инструмента. Поэтому вот сегодня именно она будет вас родить, а за кадром и голосом профессора Михаила Сапонова будет комментировать то, что вы будете смотреть. Мне кажется, что на самом деле нам надо сейчас просто перейти к этому вкушению фильма. Но не могу не поблагодарить французское посольство, не могу не поблагодарить фонд, который сегодня позвищал, и, конечно, фирма «Сименс», которая помогла нам снять этот фильм. И сегодня мне тоже приятно поприветствовать фабриса «Руссо». Это советы французского посольства, которые только-только приехали в Москву, которые пройдут на посещение Московской мастерватории, и в этот момент он становится нашим другом. Я еще раз благодарю всех собравшихся, ну и с таким же удовольствием буду смотреть этот фильм. Он только один раз был показан на известном фестивале и окном в группу в Выборге, поэтому фактически сегодня это его Московская интерьера. Спасибо за внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ